Доброго вечера, мы из Украины. На твердотельном накопителе хранятся все программы и данные для долгосрочного хранения, но когда ваш компьютер захочет использовать эти данные, он не сможет их использовать. Сначала нужно переместить соответствующие файлы в DRAM, что требует времени, отсюда и панель загрузки. Поскольку ваш процессор работает с данными только после того, как они были перенесены в DRAM, его также называют рабочей памятью или мейн-мемори. Причина, по которой на вашем рабочем столе используются как твердотельные накопители, так и DRAM, заключается в том, что твердотельные накопители постоянно хранят данные в массивных трехмерных массивах, состоящих примерно из триллиона ячеек памяти. Это дает терабайты памяти, в то время как DRAM временно хранит данные в двумерных массивах, состоящих из миллиардов крошечных емкостных ячеек памяти, что обеспечивает гигабайты рабочей памяти. Доступ к любой секции ячеек массивного SSD-массива и чтение или запись данных занимает около 50 микросекунд, в то время как чтение или запись из любой ячейки конденсаторной памяти DRAM занимает около 17 нс. Это в 3000 раз быстрее. Для сравнения, сверхзвуковой реактивный самолет, летящий со скоростью 3 маха, примерно в 3000 раз быстрее движущейся черепахи. Таким образом, скорость 17 нс. DRAM против 50 микросекунд SSD, это все равно, что сравнивает сверхзвуковой реактивный самолет с черепахой. Однако скорость это всего лишь один из факторов. DRAM ограничен двухмерным массивом и временно хранит по одному биту на ячейку памяти. Например, этот накопитель DRAM с 8 чипами вмещает 16 гигабайт данных, в то время как твердотельный накопитель меньшего размера может вместить 2 терабайта данных, что более чем в 100 раз больше, чем у DRAM. Кроме того, DRAM требует питания для постоянного хранения и обновления данных, хранящихся в его конденсаторах. Поэтому компьютеры используют как твердотельные накопители, так и DRAM, и, потратив несколько секунд на загрузку, копируют данные с SSD на DRAM, а затем выполняют предварительную выборку, которая представляет собой процесс перемещения данных перед загрузкой. Это. При необходимости ваш компьютер может хранить терабайты данных на твердотельном накопителе, а затем получить доступ к данным из программ, которые были предварительно скопированы в DRAM, за несколько наносекунд. Например, во многих видеоиграх есть время загрузки для запуска самой игры, а затем отдельное время загрузки для загрузки файла. Сохраните файл. В процессе загрузки файла сохранения все трехмерные модели, текстуры и окружение вашего игрового состояния перемещаются из исходного состояния. SSD в DRAM, так что доступ к любому из них можно получить за несколько наносекунд, вот почему видео. У игр есть требования к емкости оперативной памяти. Только представь, что без DRAM игра была бы в 3000 раз медленнее. В других видеороликах мы рассказывали о твердотельных накопителях, так что в этом видео мы подробно рассмотрим этот 16-гигабайтный накопитель DRAM. Сначала мы посмотрим, как именно центральный процессор взаимодействует с твердотельным накопителем и перемещает данные с него на DRAM. Затем мы откроем микросхему DRAM и посмотрим, как миллиарды ячеек памяти объединяются в банки, и как данные записываются в группы ячеек памяти и считываются из них. В процессе работы мы углубимся в наноскопические структуры внутри отдельных ячеек памяти и посмотрим, как каждый конденсатор физически хранит один бит данных. И, наконец, мы рассмотрим некоторые прорывы и оптимизации, такие как пакетный буфер и сложенные схемы DRAM, которые позволяют DRAM перемещать данные с невероятной скоростью. Несколько кратких замечаний. Во-первых, вы можете найти похожие чипы DRAM в графических процессорах, смартфонах и многих других устройствах, но с разной оптимизацией. Например, ГПА DRAM или в RAM памяти, расположенные вокруг чипа ГПА, имеют большую пропускную способность и могут читать и записывать одновременно, но работают на более низкой частоте, и DRAM в вашем смартфоне. Он расположен поверх центрального процессора и оптимизирован для компактной упаковки и снижения энергопотребления. Во-вторых, это видео спонсируется компанией Crucial. Хотя они предоставили мне эту флешку DRAM для моделирования и использования видео, контент был исследован независимо от них и не зависел от них. В-третьих, в вашем процессоре есть более быстрые структуры памяти, называемые кэш-памятью, и еще более быстрые регистры. Все эти типы памяти создают иерархию памяти, где основным компромиссом является соотношение скорости и емкости при сохранении доступных цен для потребителей и оптимизации размера каждого микрочипа для производства. В-четвертых, вы можете увидеть, какой объем вашей оперативной памяти используется каждой программой, открыв монитор ресурсов вашего компьютера и нажав на кнопку «Память». В-пятых, существуют различные поколения оперативной памяти, и мы рассмотрим DR5. Многие из ключевых концепций, которые мы объясняем, применимы к предыдущим поколениям, хотя цифры могут отличаться. В-шестых, 17 нс – это невероятно быстро. Электричество распространяется со скоростью около 1 футов наносекунду, а 17 нс – это примерно то время, которое требуется свету, чтобы пересечь комнату. Наконец, это видео довольно длинное, поскольку в нем рассказывается о многом, что нужно знать о DRAM. Мы рекомендуем посмотреть его сначала на скорости 1-2-5 раз, а затем второй раз на скорости 1,5 раза, чтобы полностью понять эту сложную технологию. Оставайся здесь, потому что это будет невероятно подробное видео. Начнем с того, что накопитель DRAM также называется двойным встроенным модулем памяти или DIN, и именно на этом модуле DIN установлено 8 микросхем DRAM. На материнской плате есть четыре слота для DRAM, и при подключении DRAM напрямую подключается к процессору через два канала памяти, которые работают через материнскую плату. Обратите внимание, что два левых слота DRAM совместно используют эти каналы памяти, а два правых – отдельный канал. Давайте заглянем внутрь центрального процессора. Наряду с многочисленными ядрами и многими другими элементами, мы найдем контроллер памяти, который управляет DRAM и взаимодействует с ним. Здесь также есть отдельный раздел для взаимодействия с твердотельными накопителями, подключенными к разъемам М2, а также с твердотельными накопителями и жесткими дисками, подключенными к разъемам АТА. Используя эти разделы наряду с таблицами отображения данных, центральный процессор управляет потоком данных с твердотельного накопителя на DRAM, а также из DRAM в кэш-память для обработки ядрами. Давай вернемся назад и посмотрим на каналы памяти. В DR5 каждый канал памяти разделен на две части, канал A и канал B. Эти два канала памяти A и B, независимо друг от друга, передают 32 бита одновременно, используя 32 канала передачи данных. Используя 21 дополнительный канал, каждый канал памяти передает адрес, указывающий, куда считывать или записывать данные. И используя 7 проводов управляющих сигналов, передаются команды. Адреса и команды передаются и совместно используются всеми четырьмя микросхемами в канале памяти, которые работают параллельно. Однако 32-разрядные линии передачи данных разделены между микросхемами, и таким образом каждая микросхема считывает или записывает только 8 бит за раз. Кроме того, питание для DRAM обеспечивается материнской платой и управляется этими микросхемами на самой флешке. Теперь давайте откроем и заглянем внутрь одной из этих микросхем DRAM. Внутри внешней упаковки мы находим матрицу для соединения, которая соединяет матрицу с шариковой решеткой внизу с кристаллом, который является основной частью этого микрочипа. Этот чип объемом 2 гигабайта разделен на 8 групп по 4 банка в каждой, всего 32 банка. Внутри каждого банка находится массивный массив, состоящий из 65 536 ячеек памяти высотой и 8192 ячеек в поперечнике. По сути строк из столбцов в сетке, насчитывающей десятки. Тысячи проводов и вспомогательных схем, расположенных за пределами каждого банка. Вместо того, чтобы смотреть на эту матрицу, мы перейдем к функциональной схеме, а затем реорганизуем банки и банковские группы. Чтобы получить доступ к 17 миллиардам ячеек памяти, нам нужен 30-одногоразрядный адрес. 3 бита используются для выбора соответствующей банковской группы, затем 2 бита для выбора банка. Следующие 16 бит адреса используются для определения точной строки из 65 000. Поскольку этот чип считывает или записывает 8 бит за раз, 8192 столбца сгруппированы по 8 ячейкам памяти, все считываются или записываются одновременно. Или по 8, и таким образом только требуется 10 бит. Это адрес для колонки. Одна из оптимизаций заключается в том, что этот 31-битный адрес разделяется на две части и передается только по 21 каналу. Сначала отправляются банковская группа, адрес банка и адрес строки, а затем адрес столбца. Далее мы заглянем внутрь этих физических ячеек памяти, но сначала давайте вкратце поговорим о том, как изготавливаются эти структуры, а также о спонсоре этого видео. Эта невероятно сложная матрица, также называемая интегральной схемой, изготавливается на 300-мм кремниевых пластинах по 2500 матриц за раз. На каждой матрице находятся миллиарды наноскопических ячеек памяти, которые изготавливаются с использованием десятков инструментов и сотен этапов на заводе по производству полупроводников. Эта матрица была изготовлена компанией Micron, которая производит около четверти DRAM в мире, включая видеопамять NVIDIA и AMD в своих графических процессорах. У Micron также есть собственная линейка продуктов DRAM и твердотельных накопителей под брендом Crucial, который, как упоминалось ранее, является спонсором этого видео. Помимо DRAM, Micron является одним из ведущих мировых поставщиков твердотельных накопителей, таких как этот Crucial P5 Plus M2 NVMe SSD. Установив свою операционную систему и видеоигры на твердотельный накопитель Crucial M2 NVMe, вы гарантированно получите невероятно быстрое время загрузки и плавный игровой процесс. И если вы занимаетесь видеомонтажом, убедитесь, что все эти файлы есть. И на таком быстром твердотельном накопителе, как этот тоже. Это связано с тем, что основное ограничение скорости загрузки в основном ограничивается скоростью твердотельного накопителя или жесткого диска, на котором хранятся файлы. Например, этот жесткий диск может передавать данные только со скоростью около 150 МБ в секунду, в то время как этот важнейший твердотельный накопитель NVMe может передавать данные со скоростью до 6600 МБ в секунду. Для сравнения, это скорость движущейся черепахи по сравнению со скоростью скачущей лошади. При использовании твердотельного накопителя Crucial NVMe, загрузка видеоигры, требующей гигабайт оперативной памяти, сокращается с минуты и более до пары секунд. Ознакомьтесь с твердотельными накопителями Crucial NVMe по ссылке в описании ниже. Давайте вернемся к деталям работы DRAM и увеличим масштаб, чтобы рассмотреть одну ячейку памяти, расположенную в массивном массиве. Эта ячейка памяти называется ячейкой 1T1C и имеет размер в несколько десятков нанометров. Она состоит из двух частей – конденсатора для хранения одного бита данных в виде электрических зарядов или электронов, и транзистора для доступа к данным и их чтения или записи. Конденсатор имеет форму глубокой траншеи, вырытой в кремнии, и состоит из двух проводящих поверхностей, разделенных диэлектрическим изолятором или барьером толщина всего в несколько атомов, что останавливает поток электронов, но позволяет. Нужно пройти через электрические поля. Если этот конденсатор заряжен электронами до 1 вольта, то это двоичная единица, а если зарядов нет и напряжение равно 0 вольтам, то это двоичная единица 0 целых, и таким образом в этой ячейке хранится только один бит данных. Конструкции конденсаторов постоянно совершенствуются, но в этом конденсаторе используется глубина кремниевого слоя, что позволяет увеличить емкость накопителя, занимая при этом как можно меньше места. Теперь давайте посмотрим на транзистор доступа и добавим к нему два провода. Провод словесной линии подключается к затвору транзистора, в то время как провод битовой линии подключается к другой стороне канала транзистора. Подача напряжения на словесную линию включает транзистор, и пока он включен, электроны могут течь по каналу, таким образом подключая конденсатор к битовой линии. Это позволяет нам получить доступ к конденсатору и зарядить его, чтобы записать значение 1, или разрядить конденсатор, чтобы записать значение 0. Кроме того, мы можем считывать сохраненное значение в конденсаторе, измеряя величину заряда. Однако, когда строка слов отключена, транзистор выключается, и конденсатор изолируется от битовой строки. Таким образом, сохраняются данные или заряд, которые были записаны ранее. Обратите внимание, что из-за того, что этот транзистор невероятно мал, всего несколько десятков нанометров в ширину, электроны медленно протекают по каналу. И таким образом, со временем конденсатор необходимо обновлять, чтобы восполнить утечку электронов. Чуть позже мы поговорим о том, как именно происходит обновление ячеек памяти. Как упоминалось ранее, эта ячейка памяти объемом 1 тонн на 1С является одной из 17 миллиардов ячеек, находящихся внутри одного кристалла, и организована в массивные массивы, называемые банками. Итак, давайте создадим небольшой массив для наглядности. В нашем массиве каждая строка слова соединена строками, а затем битовые строки соединены столбцами. Строки слова и битовые строки расположены на разных вертикальных слоях, так что одна может пересекаться с другой, и они никогда не соприкасаются. Давай упростим визуальное представление и будем использовать символы для конденсаторов и транзисторов. Как и раньше, строки слов последовательно подключаются к управляющему элементу каждого транзистора. А затем все строки битов в столбцах подключаются к каналу напротив каждого конденсатора. В результате, когда строка слов активна, все конденсаторы только в этой строке подключаются к соответствующим строкам битов, тем самым активируя все ячейки памяти в этом ряду. В любой момент времени активна только одна строка слов, потому что, если активны более одной строки слов, то несколько конденсаторов в этой строке активны. Колонка была бы подключена к линии передачи данных, и функции хранения данных этих конденсаторов создавали бы помехи. Они так взаимодействуют друг с другом, что становятся бесполезными. Как упоминалось ранее, в одном банке данных содержится 65 536 строк и 8 192 столбца, а 31-битный адрес используется для активации группы всего из 8 ячеек памяти. Первые 5 бит выбирают банк, а следующие 16 бит отправляются в декодер строк для активации одной строки. Например, это двоичное число включает строку строки 27 524. Таким образом, включаются все транзисторы в этой строке и подключаются 8 192 конденсатора к их разрядным линиям. В то же время все остальные 65 000 словарных строк выключены. Вот логическая схема простого декодера. Оставшиеся 10 бит адреса отправляются в мультиплексор столбцов. Этот мультиплексор принимает 8 192 битовых строки сверху и в зависимости от 10-летного адреса. Подключает определенную группу из 8 битовых строк к 8 входным и выходным проводам ввода-вывода внизу. Например, если 10-битный адрес у нас такой, то к проводам ввода-вывода будут подключены только битовые линии с 4784 по 4791. А остальные 8000 битовых линий будут такими же, как у нас. Это ни с чем не было бы связано. Вот логическая схема простого мультиплексора. Теперь у нас есть возможность получить доступ к любой ячейке памяти в этом массиве. Однако, чтобы понять три основные операции, чтение, записи и обновления, давайте добавим в нашу схему два элемента, усилитель восприятия внизу, для каждой битовой строки, а также драйвер чтения и записи за пределами мультиплексора столбцов. Давай посмотрим, как считывается информация из группы ячеек памяти. Сначала команда чтения и 31-го разрядный адрес отправляются из центрального процессора в DRAM. Первые 5 бит выбирают конкретный банк данных. Следующий шаг – отключить все строки слов в этом банке данных, тем самым изолировав все конденсаторы, а затем предварительно зарядить все 8000 разрядные строки до 5 вольт. Далее 16-летный адрес строки включает строку, и все конденсаторы в этом ряду подключаются к своим разрядным линиям. Если отдельный конденсатор содержит один и заряжен до 1 вольта, то часть заряда перетекает с конденсатора на 5-вольтовая разрядная линия, и напряжение на разрядной линии увеличивается. Затем сенсорный усилитель обнаруживает это небольшое изменение или возмущение напряжения на разрядной линии. Усиливает это изменение и увеличивает напряжение на разрядной линии до 1 вольта. Однако, если в конденсаторе сохранено значение 0, заряд перетекает из разрядной линии в конденсатор, и напряжение на разрядной линии 5 вольт уменьшается. Затем усилитель восприятия видит это изменение, усиливает его и понижает напряжение на разрядной линии до 0 вольт или заземления. Усилитель восприятия необходим, потому что конденсатор очень маленький, а разрядная линия довольно длинная. И таким образом конденсатор должен иметь дополнительный компонент для определения и усиления любого значения хранится. Теперь все 8000 разрядные-разрядные линии настроены на напряжение 1 вольт или 0 вольт, соответствующее накопленному заряду в конденсаторах активированного ряда. И этот ряд теперь считается открытым. Далее мультиклексор выбора столбцов использует 10-битный адрес столбца для подключения соответствующих 8-битовых строк к драйверу считывания, который затем отправляет эти 8 значений напряжения по 8 каналам передачи данных в центральный процессор. Запись данных в эти ячейки памяти похожа на чтение, но с несколькими ключевыми отличиями. Сначала команда записи, адрес и 8-бит, которые необходимо записать, отправляются на микросхему DRAM. Затем, точно так же, как и перед выбором банка данных, конденсаторы изолируются, а разрядные линии предварительно заряжаются. 5 вольт. Затем, используя 16-лет битный адрес, активируется одна строка, конденсаторы возмущают разрядную линию. А сенсорные усилители улавливают это и переводят разрядные линии в состояние 1 или 0, таким образом открывая строку. Далее адрес столбца поступает в мультиплексор, но на этот раз, поскольку была отправлена команда записи, мультиплексор подключает определенные 8-битовых строк к драйверу записи, который содержит 8 бит, отправленных процессором по каналам передачи данных, и попросил написать. Эти драйверы записи намного мощнее, чем усилитель сенс, и таким образом они перекрывают любое напряжение, которое было ранее на битовой линии, и переводят каждую из 8-битовых линий на 1 вольт для записи 1 или на 0 вольт для записи 0. Это новое напряжение разрядной линии переопределяет ранее сохраненные заряды или значения в каждом из 8 конденсаторов в открытом ряду, тем самым записывая 8 бит данных в ячейке памяти, соответствующие 31-битному адресу. Сделай три кратких замечания. Во-первых, хочу напомнить, что записи чтения данных происходят одновременно всеми четыре микросхемами в канале общей памяти, используя один и тот же 31-битный адрес и командные провода, но с разными проводами передачи данных для каждой микросхемы. Во-вторых, в DR5 для двоичного кода 1 напряжение на самом деле составляет 1,1 вольта, в DR4 — 1,2 вольта. А в предыдущих поколениях были еще более высокие напряжения с напряжением предварительной зарядки битлины. Это половина всех этих напряжений. Однако для DR5 при записи или обновлении более высокого напряжения на каждый конденсатор подается около 1,4 вольта, которые накапливаются в двоичном коде 1, потому что со временем происходит утечка заряда. Однако для простоты мы будем придерживаться цифр 1 и 0. В-третьих, количество банковских групп, разрядов и словосочетаний сильно варьируется в зависимости от поколения и возможностей, но всегда находится в степени 2. Давайте перейдем к третьей операции, которая заключается в обновлении ячеек памяти в банке. Как упоминалось ранее, транзисторы, используемые для изоляции конденсаторов, невероятно малы, и поэтому заряды протекают по каналу. Операция обновления довольно проста и представляет собой последовательность закрытия всех строк и предварительной зарядки битовых строк. 5 вольт и открытие строки. Для обновления, как и раньше, конденсаторы возмущают битовые строки. А затем усилители чувствительности полностью заряжают битовые строки и конденсаторы открытого ряда до 1 вольта или до 0 вольт, в зависимости от сохраненного значения. Это конденсатор, который восполняет утечку заряда. Этот процесс закрытия ряда предварительной зарядки, открытия и усиления восприятия, происходит ряд за рядом, занимая по 50 нс на каждый ряд, пока все 65 тысяч строк не будут обновлены за один раз. В общей сложности это займет около 3 мс. Операция обновления происходит каждые 64 мс для каждого банка данных, потому что это статистически меньше времени, необходимого для того, чтобы ячейка памяти потеряла слишком много заряда, и сохраненный 1 превратился в 0 таким образом. Это приводит к потере данных. Давайте сделаем шаг назад и рассмотрим невероятное количество данных, которые перемещаются через ячейки памяти DRAM. Эти банки ячейок памяти обрабатывают до 4800 миллионов запросов на чтение и запись данных каждую секунду, обновляя каждую ячейку памяти в каждом банке. Строка за строкой примерно 16 раз в секунду. Второй. Это ошеломляющий объем перемещаемых данных, который иллюстрирует истинную мощь компьютеров. Да, они выполняют такие простые действия, как сравнение, арифметика и перемещение данных, но со скоростью в миллиарды раз в секунду. Теперь вы можете задаться вопросом, зачем компьютерам нужно так много перемещать данных. Ну что же, возьмем, к примеру, эту видеоигру. У вас есть очевидные вычисления, такие как движения вашего персонажа и лошади. Но есть еще отдельные травы, деревья, камни и животные, положение и геометрия которых хранятся в DRAM. А затем окружающая среда, такая как освещение и тени, изменяет цвета и текстуры окружающей среды, чтобы создать реалистичный мир. Далее мы рассмотрим прорывы и оптимизации, которые позволяют DRAM работать невероятно быстро. Но прежде чем мы перейдем ко всем этим деталям, мы были бы очень признательны, если бы вы уделили секунду тому, чтобы нажать на кнопку «Нравится». Подписаться, если вы еще этого не сделали, и быстро вести, прокомментируйте ниже, так как это поможет донести это видео до других людей. Кроме того, у нас есть Patreon, и мы будем благодарны за любую поддержку. Это наше самое длинное и подробное видео на сегодняшний день, и мы планируем еще больше видеороликов, в которых подробно рассказывается о том, как работают компьютеры. Мы не сможем сделать это без твоей помощи, так что спасибо тебе за просмотр и выполнение этих трех простых действий. Это очень помогает. Первая сложная тема, которую мы рассмотрим, почему существует 32 банка, а также какие параметры указаны на упаковке DRAM. После этого мы рассмотрим пакетные буферы, вспомогательные массивы и архитектуру свернутый DRAM, а также то, что находится внутри усилителя SENS. Давай взглянем на банки данных. Как упоминалось ранее, открытие одной строки в банке требует всех этих шагов, и этот процесс требует времени. Однако, если бы строка уже была открыта, мы могли бы считывать или записывать данные в любой раздел из восьми ячеек памяти, используя только 10-битный адрес столбца и мультиплексор выбора столбца. Когда центральный процессор отправляет команду на чтение или запись в строку, которая уже открыта, это называется попаданием в строку или на страницу. И это может происходить снова и снова. При попадании в строку мы пропускаем все шаги, необходимые для открытия строки, и просто используем 10-битный адрес столбца. Позволяет мультиплексировать другой набор из восьми столбцов или битовых строк, подключая их к драйверу чтения или записи, тем самым экономя значительное количество времени. Пропуск строки – это когда следующий адрес относится к другой строке, что требует от DRAM закрыть и изолировать текущую открытую строку, а затем открыть новую строку. На упаковке DRAM обычно есть четыре цифры, указывающие временные параметры, касающиеся совпадений строк, предварительной зарядки и пропусков строк. Первое число указывает на время, которое проходит между отправкой адреса с открытой строкой, то есть между попаданием в строку и получением данных, хранящихся в этих столбцах. Следующее число – это время, необходимое для открытия строки, если все строки изолированы, а разрядные строки предварительно загружены. Тогда следующее число – это время, необходимое для предварительной зарядки разрядных строк перед открытием строки. А последнее число – это время, которое требуется между активацией строки и открытием строки после предварительной зарядки. Обратите внимание, что эти цифры измеряются в тактовых циклах. Количество обращений к строкам также является причиной того, что адрес отправляется в двух разделах. Сначала выбирается банк и адрес строки, называемый RES, а затем адрес столбца, называемый CES. Если первая часть выбор банка и адрес строки совпадает с текущей открытой строкой, то это попадание в строку, и все, что нужно DRAM, это адрес столбца и новая команда. А затем мультиплексор просто перемещается по открытой строке. Из-за экономии времени при обращении к открытой строке контроллер памяти центрального процессора. Программы и компиляторы оптимизированы для увеличения количества последующих обращений к строке. Противоположный процесс, называемый перебором, заключается в том, что программа снова и снова перескакивает с одной строки на другую и, очевидно, является невероятно неэффективна как с точки зрения затрат энергии, так и времени. Кроме того, по этой причине в DR5 DRAM есть 32 банка. Строки, столбцы, усилители восприятия и декодеры строк в каждом банке работают независимо друг от друга. И таким образом, несколько строк из разных банков могут быть открыты одновременно, что увеличивает вероятность попадания в строку и это сокращает среднее время, необходимое центральному процессору для доступа к данным. Кроме того, благодаря наличию нескольких банковских групп, центральный процессор может обновлять по одному банку в каждой банковской группе одновременно. Одновременно используя три других банка, что снижает влияние обновления. Вопрос, который, возможно, возникал у вас ранее, заключается в том, почему банки значительно больше в высоту, чем в ширину. Но что же, объединив все банки данных вместе, одну за другой? Можно представить, что этот чип на самом деле имеет 65 тысяч строк в высоту и 262 тысячи столбцов в ширину. И добавив 31 деление на равные промежутки между столбцами, создавая таким образом банки, мы обеспечиваем гораздо большую гибкость и эффективность в работе. Читаю, пишу и освежаюсь. Также обратите внимание, что на упаковке DRAM указана его емкость в гигабайтах, количество миллионов передач данных в секунду, что составляет в два раза выше тактовая частота, и пиковая скорость передачи данных в мегабайтах в секунду. Следующая оптимизация дизайна, которую мы рассмотрим, это буфер пакетов и их длина. Давайте добавим к нашей функциональной схеме 128-битное временное хранилище для чтения и записи, называемое буфером пакетов. Вместо 8 проводов, выходящих из мультиплексора, у нас будет 128 проводов, которые соединяются с этими 128-битными буферами. Далее 10-битный адрес столбца разбивается на две части, 6 бит используются для мультиплексора, а 4 бита для пакетного буфера. Давайте рассмотрим команду чтения. Когда у нас установлен пакетный буфер, 128 ячеек памяти и битовые строки подключаются к пакетному буферу, используя 6 бит столбцов, тем самым временно загружая или кэшируя 128 значений в пакетный буфер. Используя 4 бита для буфера, 8 мест для быстрого доступа к данным в пакетном буфере подключаются к драйверам чтения, и данные отправляются в центральный процессор. При циклическом прохождении этих 4 бит считываются все 16 наборов по 8 бит, и таким образом длина пакета составляет 16. После этого новый набор из 128-битовых строк и значений подключается и загружается в буфер пакета. Существует также буфер пакетной записи, который работает аналогичным образом. Преимущество этой конструкции заключается в том, что к 16 наборам по 8 бит на микрочип, общим объемом 1024 бита, можно получить доступ и считывать или записывать чрезвычайно быстро, пока все данные находятся рядом друг с другом, но в то же время в одном месте. Пришло время, когда у нас все еще есть детализация и возможность получить доступ к любому набору из 8 бит, если наши запросы к данным будут скачкообразными. Следующая оптимизация дизайна заключается в том, что этот банк из 65 536 строк на 8192 столбца является довольно массивным, что приводит к чрезвычайно длинным строкам слов и битовых строк, особенно по сравнению с размером каждой ячейки конденсаторной памяти. Таким образом, массивный массив разбит на более мелкие блоки размером 1024 на 1024 с промежуточными усилителями восприятия под каждым подмассивом, с разделением строк слов и использованием иерархической схемы декодирования строк. Путем разделения битовых строк определяется расстояние и количество проводов, к которым подключен каждый крошечный конденсатор. Поскольку это нарушает битовую линию, мощность усилителя восприятия уменьшается, и таким образом конденсатор не обязательно должен быть таким большим. При разделении строк слов, емкостная нагрузка от 8000 транзисторных затворов и каналов уменьшается, и таким образом сокращается время, необходимое для включения всех транзисторов доступа подряд. Последняя тема, о которой мы собираемся поговорить, самая сложная. Помнишь, как у нас был усилитель восприятия, подключенный к нижней части каждой битовой строки? Так вот, эта оптимизация предусматривает две битовые строки на столбец, идущие каждому усилителю восприятия, и чередующиеся ряды ячеек памяти, подключенных к левой и правой битовым строкам, таким образом удваивая количество битовых строк. Когда одна строка активна, половина битовых строк активна, в то время как другая половина пассивна, и наоборот, когда активна следующая строка. Двигаясь вниз, чтобы заглянуть внутрь сенсорного усилителя, мы обнаруживаем инвертор с перекрестной связью. Как это работает? Ну что же, когда активная битовая линия равна одному, пассивная битовая линия будет управляться этим инвертором с перекрестной связью до противоположного значения 0. А когда активная линия равна 0, пассивная линия становится равной 1. Обратите внимание, что инвертированная пассивная битовая строка не подключена ни к каким ячейкам памяти, и таким образом она не портит сохраненные данные. Инвертор с перекрестной связью делает так, что эти две битовые линии всегда будут находиться напротив друг друга, и они называются дифференциальной парой. У этой конструкции есть три преимущества. Во-первых, на этапе предварительной зарядки мы хотим привести все разрядные линии в соответствие. Напряжение должно составлять 5 вольт, и поскольку у нас есть разностная пара активных и пассивных разрядных линий, самое простое решение – отключить инверторы с перекрестной связью и открыть канал между ними с помощью транзистора. Заряд легко переходит от первого разрядного значения к 0 ому, и оба значения усредняются и становятся равными. 5 вольт. Двумя другими преимуществами являются помеха устойчивости уменьшения паразитной емкости разрядного значения. Эти преимущества связаны с тем фактом, что создавая два противоположно заряженных электрических провода с электрическими полями, идущими от одного к другому, мы уменьшаем количество электрических полей, излучаемых в разных направлениях, и соответственно увеличиваем мощность. Сенсорный усилитель способен усиливать одну битовую линию до 1 вольта, а другую до 0 вольт. Последнее замечание заключается в том, что при обсуждении DRAM одной из основных тем является синхронизация адресов, командных сигналов и данных, а также соответствующие сокращения DR, или двойная скорость передачи данных, из DRAM или синхронная DRAM. Эти темы были опущены в этом видео, потому что для их правильного изучения потребовалось бы еще 15 минут. На этом в общем-то все для DRAM.